Сейчас посмотрим, как первые ноты записываются на бумаге. Вот у меня, вот видишь, вот это вот линейки, да? Вот на таких линейках записываются ноты. Эти линейки называются нотный стан, по-английски stave. Вот написано stave. Да, или staves. Так, теперь я беру сейчас магнитик. И мы сейчас будем с тобой смотреть, как записываются ноты. Сначала мне надо... Давай сначала посчитаем линейки. Вот сколько у нас здесь линеек. Вот у нас раз линейка, да? Два, три, четыре, пять. Пять линеек, да? Вот эта, которая нижняя, это будет линейка номер один. А это линейка номер пять. Теперь я вот дорисую еще одну маленькую линейку внизу специально. Вот здесь, видишь, я взял маркер и нарисовал еще одну линейку. Вот на этой линейке, она называется дополнительная линейка, я кладу ноту, вот ставлю сюда ноту. Вот эта нота, это нота до. Это самая главная нота до, которую мы с тобой играли. Вот она, нота до. Понятно? Так, теперь вот это, если чуть повыше, вот это нота ре. Понятно? Поняла? А вот это нота ми, которая на первой вот этой вот длинной линейке, видишь? Нота ми. Запомнила? Так, теперь я спрашиваю тебя, говори, какая вот эта нота? До. Правильно. Вот это? Ре. Ага, вот это? Ми. Молодец, все правильно. Вот это какая? До. Нет, это ре, будь внимательна. А до у нас вот здесь, вот здесь до, а вот это нота ре, да? Да? Поняла? До у нас на вот этой линейке, это до, а над линейкой это нота ре. Запомнила? Так, хорошо, вот это какая нота? Ми. Молодец. Так, вот это какая нота? До. А вот это какая? Ра. Правильно, вот это какая? До. Ага, вот это какая? Ми. Правильно, вот это какая? Ре. А это? Ми. Молодец. Так, теперь идем дальше. Вот эта нота между первой линейкой и второй, вот где пустое место, это нота фа. Фа. Да? А вот эта нота, которая на второй линейке, это нота соль. Поняла? Так, вот эта нота фа, смотри, еще раз показываю ноту фа, а вот эта нота соль. Вот эта фа, а эта нота соль. Так, хорошо, давай говори мне, значит, вот эта какая? Фа. Правильно, вот эта какая? Соль. Отлично. Так, вот эта какая? До. До. Почти, до вот здесь. А вот эта какая? Ре. Молодец. Вот эта какая? Фа. Молодец, вот эта какая? Соль. Соль, правильно. Вот эта какая? Соль. Вот эта какая? Это соль, соль, соль. Видишь, вторая линейка. И, кстати, знаешь, что я тебе скажу? Как запоминать ноту соль? Видишь, вот эта вот штука, вот эта вот фигура, называется скрипичный ключ. Вот это вот, видишь, вот эта загогулина называется скрипичный ключ. А по-другому она называется ключ-соль. Почему? Потому что вот здесь вот, вот самая ее серединка, вот куда я поставил синюю точку, это нота соль. Вот эта линейка вся, вот эта линейка длинная, это нота соль. Поняла? Так, давай еще раз. Вот эта какая нота? До. Молодец. А вот эта какая нота? Фа. Это соль. Это помнишь, вот там, где синяя точка, это нота соль. Да? Это у нас ключ-соль, скрипичный ключ, ключ-соль. Так, а фа у нас вот здесь, вот здесь фа. Поняла? Да? Вот это у нас соль, а вот это фа. Хорошо, вот это какая нота, вот эта? До. До вот здесь, а вот это какая? Ре. Молодец, правильно. Вот это какая? Ми. Молодец, вот это какая? Фа. Молодец, вот это какая? Соль. Молодец, вот это какая? Фа. Почти фа вот здесь, а это у нас нота третья. Ми. Молодец, вот это какая? Ре. Молодец, вот это какая? Ре. Молодец, вот это какая? Это почти живописанка, полечила. Фа. Отлично, правильно. Так, вот это какая? Фа. Молодец, вот это какая? Фа. Отлично, молодец, вот это? Ми. Ага, вот это? Ре. Ага, вот это? А. Молодец, вот это? До. Фа. Отлично, вот это? Соль. Это фа, соль вот здесь, а это фа. Да, соль у нас где синяя. Так, дальше вот это? Ре. Ага, и вот это? Ре. Самая первая, самая главная нота. До. Молодец, вот это? Фа. Молодец, и вот это? Соль. Отлично, молодец, ты все правильно сделала. Теперь видишь, ты научилась разбираться в нотах, в первых пяти нотах. Доры, ми, фасоль, где они, как их рисовать на ленинге.